В Вологодской области В Вологодской области на полпути от Вологда до Великого Устюга стоит старинный городок Тотьма. Сколько ему веков, точно неизвестно. Одни ученые считают, что город появился в XII веке, другие, что несколько позже. В любом случае город старинный, событий на его долю выпало немало, а места здесь, на широкой реке Сухани, очень красивы. Добираться сюда удобнее всего автомобилем, 210 километров от Вологды. Оттуда же ходят рейсовые автобусы, а раньше в Тотьму пребывали еще и водным путем по реке. Почему Тотьму называют городом мореходов? Что ценное здесь добывали с давних времен? Откуда на гербе появилась заокеанская черная лисица? Какие храмы и здания города стоит увидеть в первую очередь? Обо всем этом мы узнали в ходе прогулки по старинному северному городу, полному сюрпризов и загадок. Самые красивые и известные церкви в Тотьме, конечно, Рождество Христово и Входо-Иерусалимское, обе XVIII века. Они стоят неподалеку друг от дружки и видны отовсюду. Замечательны они своим неповторимым стилем, который назван Тотемским барокко. Белая, высокая и стройная пятиглавая церковь входа Господня в Иерусалим выстроена братьями Пановыми, промышленниками, основателями богатейшей пушной компании, возили меха из Америки в Китай. Родной город Пановы украсили на славу. Главная черта храма, конечно, знаменитые тотемские узоры картуши или по местному, по северному, картуши. Ажурные, самые разные формы, они просто завораживают взгляд. Каждому в этих украшениях видятся свои символы. Розовая Христорождественская церковь с удивительно высоким и тонким верхом, словно праздничная свеча, поднимается над городскими кварталами. И ее стены тоже сплошь изукрашены узорами-картушами. В стиле тотемского барокко выстроены и другие сохранившиеся храмы города и окрестностей. Воскресение Христово в Варницах, Троицкое на Зелени. Полюбоваться есть чем. Тотему называют городом мореходов. Откуда в городе, столь далеком от всех морей, взялись мореходы, это, конечно, вопрос. Но, однако, это правда. Как так получилось, нам рассказали в здешнем музее. Музей мореходов располагается в красивой, похожей на парусник, входа Иерусалимской церкви. Правда, вскоре обещают переезд в более просторное здание. Здесь знают все о морской истории Тотьма. Все началось с того, что Тотьма в 17 веке была на очень удачном месте положения. Это торговый путь в Сибирь, через Ихкутск, Торголье с Китаем. И, таким образом, тотемские купцы, имевшие хороший начальный капитал, живя периодически в Иркутске, решили вкладывать средства в снаряжение экспедиции в Тихий океан. На тот момент, уже в 18 веке, было известно, что в Тихом океане есть некие острова, на которых очень много животных, мех которых высоко ценится. В том числе и в Китае, куда можно этот товар поставлять. С 1743 по 1799 год за 56 лет было снаряжено 96 экспедиций. Из России частных экспедиций, известных экспедиций, в которых принимали участие наши земляки, Тотьмичи, известно 38. То есть, каждая третья экспедиция, которая ходила на Алиутские острова, она была при участии Тотьмичей. Неподалеку от входа Иерусалимской церкви сохранился двор, где жил один из самых знаменитых Тотьмичей путешественников, Иван Кусков, исследователь американского побережья. Теперь здесь дом музея мореплавателя. Из наиболее известных Тотьмичей, которые принимали участие в всех этих экспедициях, можем назвать Ивана Александровича Кускова, который вынужденно из-за долгов уехал в Иркутск. Там поступил на службу к Александру Андреевичу Баранову, уехал с ним на остров Кадьяк, 21 год провел на территории Америки и известен как исследователь Аляски и Северной Калифорнии. А в Калифорнии в 1812 году Иван Кусков основал крепость Рос и в течение 10 лет также являлся комендантом этой крепости. Ну и по стечении срока своей службы он в возрасте 58 лет вернулся обратно к себе на родину, в Тотьму и проживал в том доме, где в 1990 году был открыт музей, названный именем Ивана Кускова. Бревенчатая изба, конечно, восстановленная, но в ней мы можем увидеть, как Кусков жил, вернувшись в родной город из Америки. Музеями Тотьма вообще богато. Красивый комплекс Воскресенской и Успенской церквей на берегу Суханы сейчас тоже занят музеями. В одной – музей церковной старины, в другой – интерактивная выставочная площадка. Самая высокая вертикаль Тотьмы, 52-метровая колокольня Успенской церкви, видна отовсюду. У ее подножия – оригинальная лестница – амфитеатр путешественников, на которой можно прочитать про экспедиции татьмячей. А возле Воскресенской церкви, она пока без куполов, стоит памятник еще одной важной части истории Тотьмы – добычи соли. Этот вроде бы простой продукт, который есть на любой кухне, был много веков залогом процветания города. В окрестностях Тотьмы до сих пор находят старинные скважины глубиной до 70 метров. По ним поднимали рассол и вываривали ценную соль, которая стоила тогда очень дорого. Вокруг этой пары храмов хорошо гулять. Зона пешеходная, и весь бывший церковный двор занят любопытными арт-объектами. Они отражают историю города и в каком-то смысле его характер. На берегу около Успенской церкви сидит вырезанный из дерева диковинный зверь с герба города – черная лиса. Здесь таких никогда не водилось. Почему же именно ее поместили на городской герб? В 1762 году Екатерине II было доставлено меха черной лисы с открытых островов Умнак и Уналашка. Это острова Лисьей гряды. Уже в 1780 году, когда Тотьма стала уездным городом, был утвержден герб Тотьмы с черным лисом в золотом поле. Знак того, что жители города в ловле сих зверей упражняются. Вот так вот черная лиса с Алиутских Лисьих островов попала на герб Тотьмы и по-прежнему находится на нем, являя символом нашего города, хотя здесь ее не водится. В самом центре города, на каменном валуне, можно найти еще одну черную лису. Она сидит в крошечном скверике на центральной площади около большого красивого дома купцов-пановых, одного из старейших каменных зданий Тотьма. Вообще купеческая застройка здесь сохранилась богатая, несмотря на исторические потрясения. Купцы, торговавшие пушниной и получавшие немалые доходы, старались украсить родной город достойными зданиями по современной архитектурной моде. Сначала с узорами-картушами, потом с затейливыми карнизами, наличниками, колоннами. На площади стоит памятник здешним путешественникам и мореходам, которые уезжали, но всегда старались вернуться домой. Память о них не только этот монумент, но и множество красивых домов, в которых и поныне живут люди. Впрочем, и купцы-домоседы не отставали от путешественников в плане застройки. Соседство с Вологдой тут, конечно, заметно порезным украшением на деревянных домах. Узоры не такие пышные, но все равно разнообразные, посмотреть есть на что. И сохранились старинные дома не в каком-то одном районе, а по всей старой части Тотьмы. Куда не пойдешь, везде встретишь какие-нибудь симпатичные домики с торговыми лавками, воротами, балконами. Некоторые дома восстановлены даже силами местных жителей-волонтеров. Хотя, кстати, в советское время кому-то из руководства приходила в голову мысль снести все старинные здания и застроить город новыми многоэтажками. К счастью, реализовать проект не удалось. Вдоль Суханы вытянулась набережная, ее недавно привели в порядок. Она идет от Успенской церкви и до самого старого городища. Там, где сейчас стоит закрытый и полузабытый Богоявленский собор без куполов, находилась старинная крепость. Она стояла у устья речки с занятным названием Песье-деньга. Деньги и собаки тут ни при чем. У названия финно-угорское происхождение и означает что-то водное. Около бывшей крепости установлен знак 60-я параллель. Эта воображаемая географическая линия соединяет с Тотьмой и Хельсинки, и Кронштадт, и Аляску. А водным путем со всем миром соединяет Тотьму красавицу Сухана. Над ней, там, где булыжная мостовая спускается к месту городской пристани, установлен на возвышении памятник поэту Николаю Рубцову. Он вырос в детдоме под Тотьмой и очень любил эти места. Да и вправду, как не полюбить этот северный русский городок с его удивительными храмами, просторными улицами и широкой рекой. И хотя легенды уверяют, что проезжавший Петр Первый сказал про город «то тьма», на самом деле здесь вовсе не тьма, а очень много света. В каждом выпуске мы рассказываем о необычных и интересных местах. Подписывайтесь на канал, пишите, о чем еще хотели бы узнать, смотрите и путешествуйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова